Всем большой привет! Я обещала показать вам картины дома в интерьере. И хочу начать вот с этой стены. Находится она в рабочей комнате мужа, рядом с книжной полкой, где его книги. Вот здесь внизу у нас такая тумбочка, там разные у нас документы и еще какие-то вещи. Ну в общем. И здесь у меня такая стена в мире животных, все животные. Вот олень от Риолис. Вышивается он шерстью на 11 канве. Да, вблизи конечно пиксельно, но на расстоянии посмотрите как реалистично смотрится. Очень красивые краски. Очень приятно на него смотреть, на эту картину. Здесь у меня Курцхар, тоже Риолис шерсть. И знаменитая Делька Алиса. Ну и кормушку мы временно сюда повесили, так как пока ей нет в пару и одинокую куда-то вешать мне не хочется. А в будущем здесь у меня будет собачка от Золотого Руно, которую я начала вышивать. И дальше, когда я вышью что-то в пару к этим птичкам, тогда все поменяется. Было место здесь под картину, поэтому мы решили пока повесить вот так их все вместе четыре. Есть у меня еще вот эта стена. Он говорит, давай сюда что-то повесим. А я говорю, нет, там у меня будет висеть большая картина. Он говорит, какая картина? Насколько большая? Он говорит, 60 на 40 картина, но и с рамой будет еще больше. Он говорит, ого, когда она будет готова, пока не знаю. Это у меня в планах утки-мандаринки. Хочу дышать и сюда повесить. Так, ну мы продвигаемся. Напротив у меня разместились мои две картины. Домики. Ну я так этот стиль себе определяю. Это значит панна, оберег домашнего очага. И вот от фирмы Леди, хатки, которую я сама собрала и сделала 4 сезона. Очень красивая получилась яркая картина. Вот мне сейчас мешает палочка от моих цветочков. Как-то я их не убрала сразу цветы. Вот, очень красивая, яркая картина. Оформление такое оригинальное у нас получилось. И, конечно же, оберег знаменитый. Заодно покажу вам мои орхидейки. Вот у меня рассвел один цветочек. Вот такой вот у меня хороший. Зацвели мои орхидеи. Долго стояли, скучали. Вот цветочки. И здесь внизу тоже у меня зацвела моя гигантская орхидея. Я ее вам показывала. Она долго не цвела. У нее очень много листьев. Я ее называла орхидея дерева. Видите, какой огромный ствол. Такие листья у нее шикарные. И, наконец-то, в этом году она выпустила веточку цветонос. И очень-очень богатую веточку. Посмотрите, какие интересные цветочки. Интересный цвет. И у этой веточки три ответвления. Видите? Так, постараюсь показать, покрутить ее. Вот, видите, какие пышные, красивые цветы. Очень красивая. Я рада, что, наконец-то, она у меня зацвела. Ей здесь нравится. Это ее место. Она здесь такая королевишна. Еще одна орхидейка. Я ее спасла. Как-то не углядела. И она у меня стала пропадать. Отвалились все листочки. Оставилось вот внизу два такие больные листики. И я ее стала лечить. Поменяла ее, пересадила. Поменяла состав. И вот она у меня уже стала пускать листочки один за другим. И внизу, наверное, детка вырастает. Ну, такая хорошенькая тоже стала орхидейка, оживилась. Вот так они стоят здесь у меня на таком маленьком столике. Света достаточно. Здесь у меня была еще одна орхидея, но отсвела и пропала. Я ее не углядела. Вот. Мои картины. Ну, и мы перейдем сейчас в другую комнату. Ну, посмотрим другие картины. Так, и мы в зале. Вот здесь над диваном у меня находится самая большая на сегодня оформленная картина. Это Ланарты поцелуй. Я выключила сейчас верхний свет, потому что отсвечивает сильно. Но постараюсь показать вам вот так. Картина с историей. Она вышивалась у меня очень долго. Но, слава богу, все получилось в конце концов. Оформила я эту картину в двойную раму. Здесь две рамы. Верхняя золотистая и нижняя вот такая зеленовато-золотистая. С углублением. Ну, как-то так. Интересная рама. По-разному она отсвечивает, передает цвета. И, мне кажется, очень хорошо сюда подходит оригинальное оформление. Размер большой получился. Примерно 60 на 50 сантиметров. Не маленькая. Ну, как видите, стена у меня еще большая. Значит, сюда нужно вышивать что-то еще в пару. Работать и работать. Есть у меня в зале и еще несколько картин. Сейчас я отключусь. Покажу вам еще картины. Так, ну, одна у меня напротив окна. Буду показывать вам как-то по-другому. Значит, здесь у меня тоже в уголке такой диванчик маленький. Там подушка. И вот в этом уголке у меня разместились две картины. Мой скворечник вы недавно видели. Свежеиспеченная картина. Тоже ланарты. Шикарно смотрится. Очень изящно. Гармонично. Красивая картина. И так, так, так. Ну, как, ну, как показать? Не знаю, как показать. Очень сложно. Ну, наверное, вот только так. Это Алиса. Фея розового сада. Очень нежная, очень красивая картина. Тоже люблю этот сюжет. Люблю эту картину. Прекрасная вышивка. Единственное, девочки, если будете вышивать, я бы посоветовала заменить на равномерку. Вот не на конве вышивать, а на равномерке. Будет вообще очень прекрасно. Ну, мне кажется, вот эти две картины очень хорошо между собой сочетаются. В прихожей здесь был у меня гвоздик, и там висели мои вазы греческие, но я их сняла, потому что буду переоформлять. И потом, потом куда-нибудь перевешу. И так как был гвоздик, мы решили сюда пока повесить моих птичек от Риолис. Это шерсть. Не помню, как называется. Морозное утро. Что-то в этом духе. Ну, так здесь, рядом с книжной полкой, такой вот уголочек. Там у меня зеркало. И пока повесили здесь. Ну, а потом, конечно, где-то будет в другом месте висеть. Тоже, так скажем, как бы прихожая, переходящий зал. Да, вот там моя картина Ланарте. Здесь у меня пристроились две тематические картины. Мои домики. Очень люблю я эту тематику. Вышивать домики. Одна из моих первых и очень любимых картин по дизайну Анкор. Village of Welford. Здесь я все сама подбирала. Все ниточки. Делала перевод. Мне нравится, что это не просто пейзаж. Здесь есть и живые персонажи. Вот две собачки. И есть машинка, где присутствует парочка. Вот. И они куда-то едут. Вот такая интересная, очень красивая картина. И рядом это гобелен. Тоже из первых моих вышивок, когда я ничего не знала еще о вышивке. И имела неосторожность купить гобелен с нанесенным рисунком. Я долго мучилась над этой вышивкой. И по какому-то волшебству мне удалось закончить эту вышивку. Она очень мелкая, очень сложная. И по нанесенному рисунку всегда вышивать тяжело. Ну, смотрится очень даже неплохо. Так в сочетании, мне кажется, хорошо. Но сюда нужно вышивать еще домики. Мы в спальне. И здесь у меня много картин сосредоточено. Вот. Одна из моих тоже любимых картин. Это метрика по дизайну Майкла Пауэлла. Крикульки. И я вам покажу вот такой вот... Это не домик, это церковь. Здесь очень-очень много сердечек. Красивый-красивый дизайн, девочки. Прекрасная здесь надпись. Если кого заинтересует этот дизайн, вышивайте на 14-й Аиде либо на линде 27-го аккаунта. Потому что я вышивала на 16-м, и мне кажется, ну, немножко мелковато. Хочется покрупнее. Рама здесь, скажем так, хамелеон. Здесь потертости и сверху как бы золотой цвет. Но внутри присутствуют все оттенки. Поэтому очень радужно и хорошо сочетается. Такая картина. Дальше продвигаемся. Покажу вам еще одну мою орхидейку. Вот такая королевская орхидея. Крупные цветочки. Уже они подвяли. Хочет она завять. Вот в таком вот горшочке беленьком. Так. И вот продвигаемся. Ну, здесь мы подошли к моему рабочему столу. Часто я показываю этот уголок. Потому что здесь у меня вот все мои прелести рукодельные. Вышивки мои. Коробочки. Идет рабочий процесс. Я сделала перерыв. И снимаю вот это видео. Это золотое руно. Первая любовь. Обожаю эту картину. И все, кто ее видит, все ее обожают. Потому что у нее какая-то сумасшедшая, позитивная энергия. И все это место для этой картины именно здесь. Она будет всегда тут висеть. Я на нее смотрю каждое утро. И она мне поднимает настроение. Так. Ну, а здесь сладкая парочка. От Dimensions. Макс и Мэгги. Вот. Хочу показать, насколько присутствует разница в масштабе у картин. Мой Макс получился меньше. И я хорошо присмотрелась. Подняла фотографии. Потому что я не помню все детально. Да, действительно, у Макса очень много съедено крестиков. Практически сантиметр справа, сантиметр внизу и полсантиметра слева. Буду отдавать на переделку. Потому что это не дело. Совсем. Ну, очень много было зажато. Какая-то вот произошла такая ошибка у моего багетчика. Отнесу ему на переделку. Здесь у меня окно с правой стороны. Ну, и вот в таком месте над прикроватной тумбочкой. Да. Так, показываю немножко вам какие-то кусочки мебели. У меня примастилась картина Приолис Персидский сад. Шикарная картина. Очень-очень мне нравится. Я вот так сюда пристроила настоящие перья павлина. Мне кажется, получилась композиция хорошая. Здесь тоже используются у меня две рамы. Одна тонкая внешняя и внутренняя более широкая в роли паспарту. Очень красивое и изящное оформление, мне кажется. Шикарно. Обожаю эту картину. И вот так на одной стене. Я просто над кроватью, над головой никогда не вешаю никаких картин. Потому что это плохой девочке фэн-шуй. Все, что висит у вас тяжело над кроватью, создает вам угрозу, скажем так, во время сна. И это нехорошо. Ничего не вешайте над головой. Поэтому я вот картины вешаю, как бы они в спальне, но они по углам кровати. Над кроватью ничего-ничего я не вешаю. И здесь с моей стороны, да, с другой стороны у меня разместилась моя индианка с ее малышом. Нежное объятие. Фирма Анкор. Красивый багет. Такой резной, деревянный. Паспарту широкая, шоколадная. Очень-очень мне нравится это оформление. Картина такая нежная. Супер. Ну вот, девочки, это все мои, в принципе, картины, которые у меня висят. Есть некоторые картины, которые у меня стоят под моим столом. Но я их показывать вам не буду. В общем-то и немного. Картины у меня оформленных мало. Стены еще есть. Так что будем трудиться, работать. Ну а я вам желаю хорошего настроения. До новых встреч. Пока.